Первый вопрос нашего слушателя. Здравствуйте, доктор. Моя жена через несколько дней вернётся с младенцем из родильного дома. Поздравляю. Расскажите, пожалуйста, что к их приходу я должен приобрести? Спасибо. Доспрашивает Борис из Харькова. Борис, поздравляю с рождением ребёнка. И первое, это вы не бойтесь прихода жены домой. Любые вещи, которые вы приобретаете, к ним есть один подход. И один критерий. Все эти вещи надо постирать или в детском порошке, или с детским мылом. И аккуратненько прогладить утюжком. Первым делом это должно быть 5-6 пелёнок. Это должны быть человечки, или бодики, или любая другая одежда для новорождённых. Но если у вас уже ребёнок родился, и вы знаете длину вашего ребёнка, то, идя в магазин, вы ориентируетесь плюс 2 сантиметра, спонтарта это где-то 56 сантиметров, 55 доношенный ребёнок. Вот на 2 сантиметра больше покупаете одежду, и ваша цель эту одежду сделать чистой. В таком случае вы подготовитесь к приходу ребёнка, ну и будете наслаждаться жизнью втроём. Спасибо, Елена. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вы не могли бы рассказать, как лучше укладывать ребёнка в кроватке? На животик или на спинку? Я слышала такое мнение, что когда ребёночек спит на животе, это избавляет его от колик в кишечнике. Спасибо, Светлана Искиева. Светлана, любые действия, которые мы предпринимаем с ребёнком, мы должны ассоциировать с собой. Вот если вы не знаете, как поступить, задайте себе вопрос. А как бы я хотела, чтобы поступали со мной? Вопрос к вам. Хотели бы вы всё время лежать на спине? Почти аж до полугода, пока ребёнок не научится сидеть. Да, конечно, нет. Поэтому на вопрос, надо ли выкладывать на животик, однозначный ответ идёт «да». Выкладывать на животик ребёнка необходимо обязательно перед каждым кормлением. При этом голову ребёнок выворачивает в ту сторону, в которую он пожелает. Но тут очень многое зависит от того, где стоит кроватка младенца. Детки голову поворачивают в сторону света, поэтому кровать должна стоять так, чтобы ребёнок одинаково поворачивал голову и в правую, и в левую сторону. То есть световая сторона должна находиться с обеих сторон кроватки. Как долго можно держать ребёночка на животе? Ребёнок может спать на животе в течение светового дня или в то время, когда вы не спите. Я объясню, почему. Если ребёнок спит на животе, за ним надо внимательно смотреть, чтобы он не срыгнул. Может, я буду говорить страшные вещи, но это вещи, о которых говорит весь мир, и каждая мать должна о них знать. Это так называемый синдром внезапной смерти новорождённого ребёнка, который встречается во всех странах мира. Одной из причин его есть именно сон на животе, когда ребёнок срыгивает, а мать этого не видит. Поэтому, да, пусть ребёнок спит на животе, но только в то время, когда вы можете за ним наблюдать. — Спасибо. Добрый день. Опять вопрос о кроватке. Какой матрасик лучше класть в кроватку? И нужна ли подушечка младенцу? Елена, извините. Елена, матрасик, выбор у нас сейчас очень большой. Слава Богу, есть из чего выбрать. В принципе, желательно из кокосовой стружки. Но один критерий — этот матрас не должен быть очень мягким, он не должен быть там, он не должен быть перьевым. А по поводу подушки, нет, подушки не должно быть до года у ребёнка, а может быть даже и позже. — Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте моему сыну три недели от роду. Я купаю его в травках, ромашка, череда, календула. Но недавно на тельце появились шелушения. Наш педиатр говорит, что ничего делать с этим не нужно. Как Вы думаете? Спасибо. Первое, ну может это не только к человеку, который задал вопрос, но и всем, кто интересуется всё-таки, что делать с новорождёнными детьми. Это сразу после прихода из роддома, но через двое суток после прививки БЦЖ, каждый день ребёнка надо купать. Температура должна быть 35-36 градусов, продолжительность купания от 3 до 7 минут. И купать надо ребёнка ежедневно. До того момента, пока не отпала пуповинка, не отпал пупочный остаток, купание должно происходить в кипячёной воде. После этого воду можно не кипятить. Череда, календула, ромашка – это все травы, которые подсушивают кожу. Поэтому менять состав ванны желательно ежедневно. Довольно много сейчас существует косметологических средств для купания. Это и компания Мустела, это и Урьяж, это и Адерма, которые имеют специальные средства для купания детей. Один раз в 5 дней обязательно ребёнок купается с мылом детским, после этого обливается из кушинчика чистой водой. И может быть сухая кожа у вашего ребёнка, потому что вы применяете косметику для ребёнка, которая тоже подсушивает кожу. К ней относится вся косметика, которая имеет ромашку и календулу. Поэтому лучше посоветуйтесь или со своим доктором, или внимательно прочитайте на состав, который вы используете для обработки кожи. Он должен быть обязательно увлажняющим. Спасибо. Просьба от Марии из Киева. Доктор, расскажите, пожалуйста, как и когда лучше гулять с младенцем? Впереди лето, если оно будет таким же жарким, как и прошлое, нужно ли идти в жару с младенцем на улице? Гулять с ребёнком необходимо ежедневно. Если это зимнее время и температура более чем минус 10 градусов, прогулка начинается с 20 минут два раза в день. Если это летнее время, прямо выйдя из роддома, продолжительность прогулки может составлять около 40 минут. Каждый день вы прогулку увеличиваете на 20 минут, и в летнее время продолжительность одной прогулки составляет до 2-2,5 часов. Если это лето, первое, чего вы не должны делать, ребёнок не должен находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше всего гулять в тени деревьев. Почему? Кожа маленьких детей устроена так, что они не вырабатывают меланин. Они, дети новорождённые, дети до месяца, они практически не умеют потеть в силу того, что потовые и сальные железы очень и очень плохо развиты. Поэтому перегрев ребёнка ещё более страшен, чем его переохлаждение. Солнечные лучи должны проникать только как рассеянные лучи. Если вы гуляете с ребёнком в летнее время на улице и видите, что кожа его покраснела, или он начал чуть-чуть чаще дышать, немедленно ободрите его или прохладной водичкой, или ещё желательно иметь с собой в летнее время, когда очень жарко, термальную воду, которая абсолютно доступна, существует у нас в продаже, и периодически брызгать ребёнка термальной водой. Но гулять с ребёнком нужно обязательно.